Друзья, чтобы написать такую картину, конечно, нужно больше времени и знаний. Создать декоративную картину гораздо проще, но вот я об этом и хочу сказать, что ваш порог вхождения в творческую среду возможность уже работать как художнику-декоратора гораздо ниже, чем это в таком музейном или галерейном арт-бизнесе. Причем здесь меньше конкуренции. Почему? Если вы нашли своего заказчика, он ваш. Продажа картин – это несколько иное. Это галерея, это выставка, работа может найти своего хозяина через полгода. Здесь же в декоративном искусстве вы напрямую работаете с заказчиком и после согласования эскизов сразу имеете возможность создавать работу и получать оплату. Итак, некоторые работы, которые я выполнял для различных интерьеров. Вообще, создавая какие-либо картины, я всегда примерно представляю, в каком бы интерьере могла висеть такая картина. Это вообще один из таких, мне кажется, правильных законов все время оставаться востребованным. Потому что мы художники, люди творческие, увлекающиеся, и можно увлечься своими какими-то мыслями, может быть, даже не всегда позитивными, и создавать работы, которые будут отражать какие-то психоэмоциональные состояния. Ну, зачем? Мне однажды, кстати, сделали замечание, Александр, почему на ваших картинах все время идет дождь и дует ветер. Я задумался, и, может быть, это было такой отправной точкой, движением к работам, которые нравятся зрителям. Нет, я не говорю сейчас о том, чтобы идти на поводу у плохого вкуса. Об этом часто говорят те, у кого не получается заработать. Нет, мне кажется, здесь можно очень удачно совмещать и хороший вкус, и интересную подачу. Вот это декоративное панно, выполненное в объеме. Текстуры, некоторые текстуры мы сегодня на практике сможем сделать на уроке. Вот такая тоже декоративная работа в объеме. Ну, а эту работу вы можете увидеть за моей спиной, если внимательно присмотритесь. Итак, еще. Вот эта работа украшает один из развлекательных центров в нашем городе. тоже выполнена с помощью текстурной пасты и, ну, вот, как декоративной штукатурки. Но мы будем этот вопрос рассматривать подробнее. Сейчас возможности материала. Вот они. Килограммы, тонны декоративного материала, нанесенного мной и моими товарищами на стены в одном из кафе нашего города. Так что работы для декоратора очень много. И вы... Кстати, я говорю вполне серьезно. Когда мы делаем какие-то мелкие сувениры, то есть, даже если на них спрос, о чем я хочу сказать. Очень часто на большой, серьезный проект, у которого есть определенный срок исполнения, у которого должно быть хорошее качество исполнения, очень трудно найти людей. Буквально там 3-4 человека, которые могут взять и сделать какой-то проект во главе с главным специалистом. Ну, мне приходилось выступать в качестве такого человека. И вот ниша эта практически пуста. Хороших рук, хороших специалистов мало. Есть или дизайнеры, которые сочиняют некие объекты, некое воплощение той или иной идеи. И есть строители, которые не могут, ну, за редким исключением, делать некоторые декоративные художественные вещи в интерьере. А вот этого, так сказать, среднего, но очень нужного звена, ну, я бы даже не назвал его средним, потому что художник-декоратор – это полноценный художник, у которого золотые руки должны быть. Потому что сделать хорошо – это значит получить следующий заказ. Итак, еще продемонстрирую вам несколько декоративных поверхностей. Потом мы сможем вернуться и еще посмотреть какие-то работы из моего портфолио, ну, и других художников. Ну, вот вам демонстрирую возможности декоративных штукатурок. Есть, конечно, декоративные штукатурки готовые, которые продаются в банках. В банках, в смысле, не в сберегательных банках, а в пластиковых банках. И, конечно, есть возможность самостоятельно создавать вот эти декоративные смеси. Ну, вот, прошу вас вдохновиться вот такими текстурными поверхностями. Сейчас одну из таких мы попытаемся сделать. и потом... А потом мы узнаем, что будет потом. Для работы нам потребуется... Я понимаю, что вы сейчас не подготовили эти материалы, но, возможно, тем и интереснее будет смотреть и наблюдать за процессом. Все запоминать, может быть, даже записывать и потом повторять. У нас есть банка для размешивания. Клей ПВА. Вот еще один вариант клея ПВА. Производитель клея, в принципе, не важен. Главное, не покупать самый дешевый клей. То есть, есть такой сегмент клея ПВА, который стоит очень, совсем недорого. И, скорее всего, это самый некачественный клей. Не обязательно покупать самый дорогой, который идет для склеивания мебель. Он так и называется иногда. Мебельный для дерева. Он даст хороший результат. Вообще, как вы понимаете, чем лучше клей, тем крепче будет наша поверхность. Чем больше клея мы добавим, тем крепче будет наша поверхность. Татьяна, у вас есть вопрос? Да, есть вопрос от Нины. Это разные смеси по составу или по технике их нанесения? Которые я продемонстрировал? Нина, я продемонстрировал вам поверхности, которые нанесены специальными декоративными смесями. Ну, я не знаю, стоит ли сейчас рекламировать какие-то марки. Давайте сосредоточимся на том, что я показываю сейчас. Потому что я вам по секрету скажу, что простыми материалами, за некоторыми исключениями, можно создать очень красивые декоративные поверхности. неискушенный зритель никогда не поймет, как это сделано. И только вы, как художник, можете об этом знать. Если вы помните, в самом начале я вам показал большую стену, которая была сегментно разделена на камни. Если использовать зарубежные материалы, например, какую-то итальянскую декоративную смесь, ну, просто миллионы будут стоить только покрытие стен. Это не выгодно ни одному предпринимателю. Да, когда мы делаем эксклюзивный интерьер в квартире и хотим в прихожей покрыть, сделать декоративное покрытие для двух стен, здесь мы можем выбрать самый дорогой материал и часто это устраивает и льстит самому клиенту, когда у него замечательный материал. Но если речь идет о сотнях килограмм для двух этажей какого-то развлекательного комплекса, то там уже копейку считают. И ваша находка, которую я вам сейчас показываю, может быть тем инструментом, которым вы откроете двери к заказчику. Александр, еще раз, что вы используете? Я добавляю клей ПВА. Это сухая строительная смесь, запоминайте, сухая строительная смесь с пролонгированным сроком застывания. То есть застывает она 20-30 минут. Это чаще всего это финишные шпаклевки. Могу назвать марку Волмашов, Волмослой. И конечно пропорцию сейчас я не соблюдаю, но знать вы должны одно. Чем больше клея, тем крепче состав. Если вы вообще не нальете воды, а будет только клей и сухая строительная смесь, то получится очень крепкий раствор. Его даже трудно будет обрабатывать наждачной бумагой. Возможно, в каких-то ситуациях это требуется. чаще всего особенно где-то если мы работаем в тех местах, где нет доступа к истиранию, то есть человеческими руками это не касается. Например, прихожая. Там, где одевают одежду, переобувают обувь, обувают обувь, скорее всего, там нужно делать раствор крепче, чтобы он был стойким к истиранию. Вот такая смесь у меня получилась. А если это торговый развлекательный центр, или вы делаете где-то под потолком декор, то там эта смесь может быть с меньшим содержанием клея, потому что там ее никто не касается. Ну вот, перед нами чистая, ровная поверхность. В данном случае это ДВП ламинированное, но это не принципиально, это просто то, что было у меня. Может быть обычное ДВП, ДВП толщиной 6 миллиметров, гипсокартон, фанера, стекло, ну, пластик хуже. Пластик может изгибаться, даже если раствор очень хорошо сидит на поверхности. Я возьму ткань, чтобы вытереть руки. При изгибании может отвалиться. Итак, я вам показываю самое простое нанесение на поверхность. Способ перекрестного движения. То есть вы вот таким образом распределяете по поверхности получившуюся текстурную пасту, давайте назовем ее сегодня декоративной штукатуркой. Есть один очень важный момент, который я хочу до вас донести, и чтобы вы его запомнили. Обязательно запомните. Вот что я хочу вам сказать. Когда вы начнете наносить дома на стену декоративную штукатурку, не нужно прерываться на питье чая и какие-то перекуры. Взяли стену и нужно ее доделать от начала до конца. Ну, конечно, кто-то вам разводит раствор, а один человек наносит этот раствор на поверхность. Для чего это делается? Почему лучше не делать перерывы? потому что вы, начиная работать, создаете определенный ритм своей руке, задаете. Если человек опытный, он может через сутки вернуться и сделать те же самые движения. Но я наблюдал такую картину, когда начинающий мастер наносил декоративную штукатурку на поверхность, шел, курил, разговаривал с кем-то по телефону, у него менялось настроение, он переходил и начинал делать вот так. И структура нанесенной декоративной массой менялась. А это, как вы понимаете, не должно быть на поверхности. Еще один момент, который хочу вам сказать. Вот сейчас мы нанесли поверхность и она имеет некую свою природность. Хотя чуть-чуть видны мазки следы от инструмента. Так вот, следы от инструмента должны быть именно в таком виде. Если оставлять где-то в некоторых местах более заметные следы инструмента, это тоже будет выглядеть негармонично. Или тогда нам всю поверхность нужно сделать такой, тогда она будет иметь свою такую фактуру. но здесь мы рассматриваем пока вот такое, как мы говорим, перекрестное движение. Вот мы с вами нанесли одну из поверхностей. Откладываем стороны. А я взял следующую. и сейчас тоже буду наносить, но применять уже несколько другой способ нанесения декоративной смеси. Сейчас у меня задача просто плавно распределить по поверхности. у меня есть еще инструмент более широкий шпатель. Есть, Татьяна, вопросы? Пока нет. Но был вопрос, спрашивала дама. Надо ли обезжиривать предварительную поверхность? Я ответил, что нет. Нет. Вы знаете, если вы работаете со штукатуренными стенами, то их можно, наверное, и нужно пройти на один раз пропиткой. Но вообще стены должны быть ровные, без трещин. Я вам должен сказать, и это еще один важный момент, что декоративная штукатурка не спрячет трещины на стене. Она лопнет ровно там, где есть трещина. Есть некоторые штукатурки, французские штукатурки, клавеи, они созданы с такой, как будто очень мелкая бумага. трещина. То есть как это правильно сказать, Татьяна, помоги. Как целлюлоза находится внутри этой смеси. И она немножко может подтягиваться на стене, если даже там есть трещина, которая тянет эту штукатурку. Волокна чуть-чуть расходятся, но трещина не проглядывается. А вот эти все смеси, ими нельзя спрятать трещины на стене или трещина по шву гипсокартона. Поэтому сначала нужно заделывать трещины, а потом замазывать декоративной штукатуркой. Итак, я нанес на поверхность декоративную смесь. И теперь могу взять мелкий шпатель и сделать вот такое движение. Вы можете не бояться делать такое движение, потому что если что-то вдруг не получается, мы можем взять шпатель и выровнять эту поверхность снова. и повторить не получившиеся движения. Как я вам говорил, смесь имеет возможность 20-30 минут оставаться свежей, и вы запросто сможете работать с ней еще какое-то время. вот такие решения, возникающие совершенно спонтанно, могут быть изображены на ваших стенах. Конечно, если вы никогда этим не занимались, пробуйте сначала делать стену в гараже. Причем там можно вообще практически не использовать клей ПВА, а купить просто смесь сухую строительную, разбавить ее водой. Конечно, клей дает некую эластичность, что очень помогает на при этом экспериментировать, ну, конечно, не на стене заказчика, а на своей стене или на вот таких форматах. Конечно, в какой-то момент должна наступить просто уверенность, и вы просто переходите уже к работе в любом интерьере. Александр, вопрос от Нины. А можно ли вводить цвет и как? Нина, вы чуть-чуть опередили наши события, конечно, мы дальше будем работать с цветом, но не на тех форматах, которые я сейчас нанес, им нужно время, чтобы высохнуть, дальше с ними можно будет работать только через сутки. Что нужно сделать дальше? Дальше поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Для чего это делается? Если на поверхности остались какие-то зазубринки, шишки, они должны быть убраны наждачной бумагой, чтобы в процессе эксплуатации стены, картины, декоративного изделия эти зазубринки не отвалились, иначе будет на этом месте какая-то черточка или белая точка от материала, который спрятан внутри. Но теперь мы прошли некий путь наполнения поверхности декоративной структуры. Посмотрим, как это делают другие художники- декораторы. Вот. Я думаю, здесь, конечно же, отпечатывали не листья. Здесь, если это действительно делалось путем отпечатка, а не каким-то другим способом, то это, конечно, была резиновая или силиконовая готовая форма. Вот, посмотрите, обычная текстура, которая висит в виде картин в интерьере. Нужно ли здесь быть живописцем, который закончил Академию художеств? Ну, конечно, если это так, то это большой плюс, но я думаю, многие могут начать создавать такие работы, хотя чувство вкуса, меры и понимание того, где это должно быть размещено, здесь тоже должно иметь место. Это работа с применением потали, такого декоративного золота, который мелкими воздушными пластинами положен сквозь между листов кальки и его специальным клеем наносят на поверхность. Ну, вот, в другом цвете декоративные поверхности, это мы уже видели, это отпечатки листьев, уже действительно отпечатки листьев. Александр, есть вопросы. Вопрос от Татьяны. А если наносить декоративную штукатурку на дерево, например, на двери, краску снимать? Краску снимать не нужно. Это займет очень много времени и снять ее очень тяжело. Но всю краску нужно зашкулить наждачной бумагой, чтобы смесь, которую вы наносите, имела сцепление с поверхностью. Мы такую работу делали. Она довольно-таки трудоемкая, потому что нужно выклеивать стекла или какие-то вставки дверные малярным скотчем, выклеивать малярным скотчем, а все остальное замазывать раствором, который вы подготовили. Потом малярный скотч удаляется еще, когда поверхность сырая. Ну, а потом, соответственно, при покраске опять все оклеивается малярным скотчем. Работа трудоемкая, но эффект очень хороший. Еще вопрос от Галины. А какая подготовка к бетонной стене под мекоративную шпатку? Ну, вы точно должны знать, что бетонная стена крепкая. Она при простукивании не дышит, то есть через месяц ничего не отвалится. Ну, допустим, она сделана недавно хорошими специалистами-строителем. Эту бетонную стену для удаления пыли необходимо пропитать какой-то пропиткой и можно наносить смесь, которую я вам показал. Есть большой вопрос от Катерины. Александр, подскажите, пожалуйста, хочу задекорировать стену следующим образом. Нанести на стену состав, поверх него фактурную занавеску, придавить, снять занавеску и останется красивая фактура. Можно ли для этой цели использовать ваш состав? Да, конечно, можно, но занавеску нужно будет смочить водой и обязательно прибегнуть к помощи кого-то еще. Ну, вам одно это точно делать не стоит. Могу сказать сразу, что занавеска пропечатается не во всех местах. Поэтому заранее учтите этот декоративный эффект. То есть, знаете, что где-то рисунок будет, где-то его не будет. Поэтому в таком она может получиться. В винтажном стиле. Вот эта стена очень смотрится такая золотом покрыта. Это примерно тот способ, который мы с вами наносили в первом случае. Перекрестное движение и уже по высохшей поверхности способом трафарета нанесены в объеме вот этот растительный орнамент. Ну, все. Мы уже пошли по кругу. И следующим этапом нашей работы будет работа с цветом. Я приготовил для вас поверхность заранее. заранее. Я сделал все действия, которые вы видели до этого момента. Нанес декоративную массу, зашкурил наждачной бумагой. Наждачная бумага где-то номер 10. Не крупная, потому что крупная оставляет следы на поверхности. Наждачка должна быть не очень крупная. Ну, я думаю, вы ее текстуру даже практически не видите, но она шершавая. Дальше идет грунтовка влагостойкой акриловой эмалью белой. А уже потом сверху наносится цветной слой. Ну, возможно, я несколько опередил событие. Давайте поработаем над белой поверхностью. сейчас сделаю некоторую приборку на столе, чтобы лишние материалы нам не мешали. Какой максимальной толщины можно наносить в предложенный вами состав, спрашивает Екатерина. Я, если вы видели в самом начале кирпичи, который создан этой смесью, давайте я покажу вам еще раз. Здесь толщина кирпича, наверное, на около сантиметра. И нигде уже стоит, около пяти лет, наверное, эти стены стоят, нигде ничего не треснуло. То есть очень важно хорошо подготовить поверхность, и она пористая, дышащая, она не трескается. С достаточным клеем ПВА никогда ничего не потрескается. Здесь уже нанесена декоративная штукатурка, наждачной бумагой прошли, покрыли белой акриловой краской. А теперь у меня в банке акриловая краска, в которую я добавил немного охры и красной краски. сейчас вам покажу. Охра и красная краска. Почему добавляется в охру обязательно я добавляю красные краски, хотя этого розового оттенка практически не видно. потому что если взять чистую охру и это тоже один из секретов, который нужно запомнить. Если взять чистую охру краску, нанесенная на поверхность краска будет казаться старой. Есть ощущение, что эту краску нанесли очень давно и она пожелтела не потому, что так захотел художник-декоратор, а просто от своей старости. В этом есть какая-то небрежность и неправильный декоративный ход. А вот если мы добавляем туда чуть-чуть красный, цвет становится более живым и хорошо смотрится на поверхности. Так что запомните этот ход. Александр, вопрос от Аллы. Если краска белая, латексная, то в нее можно добавлять акриловые краски? Да, в нее можно добавлять акриловые краски. В латексную краску можно добавлять акриловые краски. Еще вопрос от Марины. Она просит повторить, как подготовить стену? Мария, стену, любую стену, гипсокартоновую стену или цементную стену. Кстати, цементная стена уже сама по себе имеет хорошую текстуру. Возьмите, покрасьте ее желтой краской и будет красиво. Так вот, стену нужно пропитать пропиткой. Ну, просто придите в магазин и скажите мне пропитку. Еще хорошее свойство пропитки в том, что она имеет некоторые добавки против грибка, который впоследствии может вдруг посетить стены, если это где-то более влажное помещение, может действительно какой-то дачная стена какая-то, там бывает влага. Вот, пропитка имеет добавки, которые против всяких жучков или плесени. Все после пропитки можно наносить любой декоративный материал. Тот, который показал я или фирменный в банках. Ах, какая красивая получилась поверхность, но мы должны дать ей высохнуть. ну а я вернусь к нашей работе, которую я уже показал. И чего не хватает этой поверхности? Мы с вами создали декоративный объем. Но нам нужно этот объем подчеркнуть и выявить так, чтобы он работал еще лучше на зрителя и на того, кто смотрит на эту стену. Итак, ну давайте возьмем всю ту же оху. Возьму красный цвет. Возможно еще возьму более темный коричневый чтобы в таком месте еще большую глубину дать этой поверхности. Сейчас мы с вами делаем некое подобие, а может быть и не подобие, а действительно делаем картину некую декоративную плоскость, которую можно разместить в интерьере. Мы с вами на примерах видели большое количество примеров, где показаны вот эти работы, которые размещены в интерьере. Давайте пока отнесемся к нашей работе именно так. Мы делаем арт-объект для интерьера. Как видите, на палитре я взял охру красную и коричневую и начинаю наносить эти цвета на поверхность. Я использую жидкий акрил. Для чего? Конечно, правильно. Мне необходимо, чтобы вот этот жидкий акрил проливался во впадины нашей поверхности. Вот видите, он проливается во впадины и еще сильнее дает нам рельеф этой поверхности. Так устроены практически все декоративные штукатурки. Они имеют еще вот этот вариант проявки объема. Конечно, я думаю, вы зададите этот вопрос и поэтому спешу на него ответить. вы можете спросить, а как же наносить такую жидкую воду на отвесную стену в моей квартире? На это есть ответ. На стены вот этот проявочный слой наносится специальным составом. Он так и называется для выявления объема. Продается он в магазинах специальных, там, где продают декоративные смеси. Мы не можем обойти вот этот момент. Нам нужно добиться того, чтобы проявочный состав не стекался с стены. И вот этот проявочный состав, который продается в специальных магазинах, где продают декоративную штукатурку, он имеет такую гелеобразную составляющую и не стекается стены. Вы наносите его кистью и резиновым шпателем, я к сожалению не приготовил резиновый шпатель, резиновым шпателем освобождаете верхушечки от этого состава. И получается, что он проникает вглубь и получается тот же самый эффект. Конечно, и эту штуку можно обойти стороной. Взять все тот же клей ПВА, чуть-чуть развести его водой и добавить туда немножко колера какого-то цветного и пройтись по стене как я уже тем же способом как я уже сказал. Наносим кистью и резиновым шпателем сдвигаем этот состав по поверхности. Получается, что все впадины заполняются. Где поверхность? мы. Послушаем? Да. Александр, пока есть вопрос еще от Аллы. Если цементная стена очень старая, насколько слою покрывать простудкой? Нет, на очень старую стену нельзя наносить декоративный состав. Декоративный состав не удержит старую стену. Старая стена все равно будет осыпаться и вы ее затратив свои силы, свои средства не спасете. Старую стену нужно нужно пригласить специалиста, чтобы он заново ее заштукатурил. Как они делают? Они сбивают старую штукатурку, где-то сетку прокладывают, приклеивают ее и заново штукатурят. И только тогда на эту поверхность можно наносить заново штукатурку. Я не видел вашу стену. Возможно, декоратор может пойти еще более простым путем. Взять эту стену, отбить все, что можно, все, что с нее отсыпается, проклеить ее клеем ПВА на три раза, пройти крупной кистью, проникнуть во все впадинки клеем ПВА, а потом покрасить влагостойкой акриловой краской в один цвет. Например, я почему-то видел такую стену, она покрасена желтым цветом, и полуоблезлая стена, покрашена желтым цветом, выглядит удивительно праздничной. Если вы мне напишите личные сообщения, я поищу эту фотографию, я сделаю ее в Праге. В одном из заведения. Так вот, эта поверхность, которую мы только что с вами покрыли вот этим слоем, она еще влажная, на самом деле нужно давать поверхности 12 часов просушки после нанесения красочного слоя, но у нас в прямом эфире такой возможности нет, поэтому давайте попробуем и на эту поверхность нанести жидкую акриловую краску. И даже самый маленький рельеф начинает проявляться под вот этой краской, под нашей кистью. Вот работаю я довольно-таки широко, лить воду не боюсь. Вот смотрите, довольно-таки быстро мы с вами создаем декоративную поверхность. Можете себе представить, когда эта поверхность высохнет, у нас открываются очень широкие возможности для дальнейшего декорирования этой стены. Мы спокойно можем взять кисть и покрыть верхушечки каким-то золотом. В зависимости от задач. Конечно, опять мы должны вспомнить про хороший вкус. Как говорят многие художники, не нужно запускать петухов. Это говорится о том, когда художник начинает работать с светом и применяет на один квадратный метод шесть красок. В живописной картине это можно, но в каком-то декоре не всегда следует запускать вот этих петухов. Поэтому имейте сдержанность в своих проектах, не злоупотребляйте светом, работайте в благородных оттенках и конечно же подсматривайте где-то в современных журналах. Я сейчас реже стал работать в интерьерах. Вот работаю над картинами, детскими книгами, выполняю другие заказы. В интерьерах работаю реже, но все равно продолжаю приобретать какие-то журналы, все время изучаю. Мне просто эта тема очень интересна. А появляются все время новые материалы и гибкий кирпич для декоративной отделки стен очень интересно. Итак, мы не будем просушивать эту поверхность, я думаю декоративный эффект уже понятен. Я просто отложу ее в сторону и дам возможность самопроизвольно высыхать. вот наша поверхность, с которой мы работали только что. Но все-таки искусственное просушивание дает вот эти нежелательные разводы. Это допустимо в нашей декоративной работе, но наверное на стенах это будет выглядеть неграсиво. Не нужно применять искусственную сушку. Сейчас моя супруга Татьяна феном сушила эту работу для нашего продолжения эфира. Покажу вам быстрый прием создания из этой картины уже полноценного арт-объекта для интерьера. Александр, вопрос от Ирины. Пока мы ушем из чата. На кирпичную систему без статутки можно носить статутки? Можно, но я бы не наносил на кирпичную стену. Я бы опять применил вот этот эффект выкрашивания кирпичной стены. Посмотрите, как красиво смотрятся кирпичные стены, когда они покрашены в какой-то просто белый цвет. мне очень нравится. Я бы не тратил ни время, ни материал на декорирование дополнительной кирпичной стены. Даже чем она рваннее, чем она более старая, тем лучше. Не покрывайте кирпичную стену дополнительной штукатуркой. Возьмите ее покрасьте золотом. И будет удивительная стена. Ну, условно золото. Вообще в белый цвет красит очень красиво. Пусть он будет чуть-чуть серый. Желтый будет очень красиво. Да, я уже говорил об этом в эфире, я уже сказал, что у нас есть где-то фотография. Невозможно все вспомнить и подготовить. Вопрос от Нины. Пока влажная штукатурка, на ней можно сделать имитацию фрески? Или для этого нужна другая основа? Нет, ну, вам очень трудно будет успеть сделать имитацию фрески. Давайте я сейчас вернусь к своим работам и покажу вам, как сделана фреска, например, вот на этой стене. То, что покрашено желтым, до нанесения декоративной штукатурки на стену. Здесь был выклеен малярным скотчем. Я сначала нарисовал рисунок на стене, потом наклеил на него малярный скотч, лишний, ну, в тех местах, где я вышел за пределы рисунка, малярный скотч я обрезал резаком и нанес дальше перекрестным движением по всей стене декоративную штукатурку. Не дав стене высохнуть, я достал, ну, убрал малярный скотч и у нас получился вот такой рисунок на стене. Можно ли сделать фреску по сырой штукатурке? Штукатурка будет сырой, достаточно гибкой, 20-30 минут. А после этого, если вы не успеете нанести штукатурку, фреску, то изменится ее характер, где-то у вас она более мягко сдвигался материал, а потом придется резать ножом. Тогда уже надо полностью давать высохнуть декоративной штукатуркой, а потом пытаться делать из нее фреску. Вот эти цветы нанесены как раз жидким материалом. Этот цветок золотой нанесен жидкой смесью. и вот эти доники сделаны по тому же принципу, который я вам сейчас показывал. Ну и еще, чтобы разбудить до конца нашу фантазию, я вам еще покажу некоторые работы. вот видите, это дерево, нитки. Мне почему-то подумалось, что так можно сделать карту России, а расходящиеся лучи из города, из того места, где вы живете. Мне кажется, интересный декоративный эффект для какого-то учреждения вашего города. если брать, скажите, вот сейчас вы познакомились с декоративной смесью, составит ли, ну, есть ли большая загадка в том, как создать вот этот арт-объект. Конечно, здесь нужно несколько технических моментов решить с проводами, с цоколем для лампы, но если мы говорим о обрамлении, это какой-то деревянный или еще из какого-то материала вот этот обруч, а все остальное вполне укладывается в тот материал, который мы уже изучили. Декоративные смеси и вперед структурировать, декорировать эту поверхность. Ну, это так, для фантазии. Замечательные силуэты. Александр, вопрос от Екатерины. Может быть, есть какие-нибудь секреты по нанесению фактуры в неудобном для работы шпателе в местах, например, в районе потолка, пола, стыки стен, и как красиво оформить стык штукатурки и обои? штукатурки. я, кстати, не вижу проблемы туда, куда проходит и достает рука человека, там и можно нанести декоративную штукатурку. У меня в квартире за батареями на кухне только, да, за батареей на кухне нанесена декоративная штукатурка. Ну, сейчас это сделать невозможно, батареи горячие, а в летнее время, когда они не работают, вполне рука у меня доставала везде. Угол, какой бы ни был угол, его можно достать рукой. Тоже на потолках работали мы. Вот еще арт-объекты, которые, ну, извините, если я не полностью ответил на ваш вопрос, я просто большой проблемы там не увидел. Ну, куда достает рука, там и можно нанести штукатурку. Единственное, как я вам говорил, ритм везде должен сохраняться. И в углах, и на потолке. Ну, какой рисунок вы выбрали, такой он должен быть на всех квадратных метрах, которые вы заполняете. Кстати, не старайтесь укрыть декоративной штукатуркой весь интерьер. Ну, только если это не какой-то ресторан, который хочет своды стен сделать именно как декоративный, таким, с нанесением декоративного материала. Для интерьера, для комнаты достаточно какой-то одной стены или только широкой полосы на стене. Для прихожей тоже достаточно одной-двух поверхностей. Если укрываешь этим материалом все помещение, смотрится очень некрасиво. Вы, кстати, спрашивали еще, как сделать стык. Обычно мне не приходилось склеить обои после своей работы, которую я нанес в интерьерах. Но я видел, как это делают рабочие. Они запускают большой лист обоев прямо на уже нанесенную штукатурку и если даже там есть линия сейчас минутку даже если там есть неровная линия, они ножом продавливая пальцы знают где есть стык ножом спокойно прорезает по неровной поверхности стык между штукатуркой и обоями. У специалистов нет проблем с этим. Но если вы только нанесетесь какой-то мелким зазубриванием тогда они все равно сделают будут на вас материться. Как это делают обычно это особый разговор отношения дизайнера строителей. Я кстати пробовал войти на рынок как дизайнер интерьеров. у меня не получилось чему я кстати очень рад. Это несколько иная профессия и в ней мало творчества. Есть элемент творчества но мало. А вот у художника вообще руки очень развязаны. Иногда хороший дизайнер просто держится за хорошего художника. потому что арт объекты рукотворные вещи которые создают декоратор в интерьере это тоже имидж дизайнера. Да все знают это сделал Василий Пупкин но все равно если его рекомендовал какой-то дизайнер это тоже его имидж. Поэтому вы можете сотрудничать с несколькими дизайнерами и искать у кого условия лучше. Ну я вас провоцирую вашу фантазию на создание разных арт объектов потому что еще не завершил работу над нашей картиной. Ну мы ничего конечно сейчас склеить не будем это я вам привожу примеры быстрого создания от объекта. Татьяна возьми пожалуйста скажи пожалуйста сколько мы в эфире? Час 10 Час 10 хорошо вот эти штуки я купил в детском мире и они тоже могут служить хорошим вот смотрите как работает текстура у меня рамка далеко лежит не буду сейчас до нее дотягиваться да немножко для этих этой массы бабочек слишком темная поверхность ну нужно учитывать что ты делаешь почему так делаешь хотя у нас есть возможности у художника декоратора всегда есть возможности для маневра вот у меня в банке декоративная краска ой декоративная белая краска белая эмаль на палитру немножко желтой краски уберу кисть щетина отбелила желтая краска и мы можем вот так легким движением слегка высветлить или какой-то участок нашего панно или всю плоскость а теперь представьте что на кончике нашей кисти или золотая краска или какое-то серебро или бронза ну серебро наверное сюда бы не подошло бронза неплохо бы смотрелось тогда бы у нас получилось не просто природная декоративная полотно а какая-то металлическая отливка вот скажите кто из вас не может сделать такое движение по поверхности это все очень элементарно и вот наша поверхность меняет характер характер своей подачи мы с вами меняем характер подачи этой поверхности и вот если я сюда теперь положу бабочек насколько ярче они зазвучали на этой поверхности кстати вот один из эффектов когда вот это зеленое яркое не начинается один из эффектов это когда по композиции одна часть работы заполнена а другая часть работы свободна ну разве что кто-то вот здесь еще сидит и вполне декоративное панно вставляем его в раму и вешаем на стену ну как я вас убедил в том что арт-объекты возможно создавать для своего интерьера ну вообще поставьте плюсы если для вас информация которую я даю полезна потому что у нас есть кое еще кое еще что информация которую я готов поделиться так что поставьте плюсы а Татьяна мне передаст полезна ли информация которую я даю да отлично вот смотрите это поверхность с которой мы работали в одном из интерьеров мы делали подобную структуру в детской комнате причем дополнительного проявления объемов мы не делали эту поверхность достаточно покрыть полупрозрачным перламутровым лаком и получается такой цветной гламур пятна на этой поверхности цветные пятна перетекают одно в другое при этом есть определенная структура которая похожа или на перья жар птицы или на крылья какой-то неведанной птицы ну конечно всему этому можно более зримый образ придать а можно оставить на такое на своеобразное домысливание поэтому вот такие возможности имеет нанесение всего лишь сухой строительной смеси клея ПВА и воды мы получаем или интересные арт-объекты или покрытие для стен на этом первая часть нашего урока завершена Александр вдогонку вопрос про бабочек спрашивает Тамара с предыдущего образца надо ли и их покрывать каким-то слоем чтобы они не потеряли свою предъявность это зависит от вашего решения вот если привести в пример вот эту работу то здесь все объекты которые художник собрал у себя по мастерской тут есть старый фломастер и ножницы и кисть старая циферблат будильника металлическая птица некие какие-то опилки металлические даже пряжка от ремня есть но цветы сделаны старого разъемного замка да 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 так вот это все здесь все объекты покрыты цветом несколько мне кажется такой мрачноватый цвет взял автор для этой работы но в принципе он задачей справился то есть да вы можете погружать все объекты в единую среду а можете оставлять их более видимыми на поверхности так что пожалуйста для того чтобы бабочек покрыть вместе с поверхностью каким-то цветом их можно сразу вплавлять в еще сырую поверхность то есть наносите материал декоративный и сразу вставляете туда бабочек тогда уже можно все покрывать а бабочки потом делать золотом серебром ну то есть как-то их выделить на этой поверхности Александр вопрос от Елены можно ли вместо данной смеси использовать текстурную пасту санет у меня как в волшебном сундучке есть текстурная паста которая находится вот в этой банке для занятий я хотел для сегодняшнего занятия использовать текстурную пасту но видите какая она жидкая она не будет держать форму и вам придется следовать не за своей фантазией не за своим художественным и декоративным решением а за возможностями материала а это всегда плохо мы задумались нанести Александр они не видят на карчен что мне нравится да 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 сейчас сейчас извините еще раз покажу пасту в банке вот она видите какая жидкая вот еще раз повторю что придется следовать за возможностями материала а не за своими художественными решениями мы когда наносили с вами декоративную штукатурку мы взяли нанесли ее много большим комком и она держит свою форму не растекается не уходит не дает никакой усадки текстурная паста такой возможности не дает она хороша для объемной живописи для мелких декоративных работ которые не требуют большой структуры то есть если вас устраивает мелкая текстура несколько растекающаяся тогда можно использовать текстурную пасту ну опять же текстурной пасты не хватит на довольно таки большую работу ну то есть хорошо смотрятся же большие работы начиная 30 на 40 60 на 80 одной банки текстурной пасты не хватит вам придется покупать их большое количество а здесь у меня есть вот такая заготовка что это такое на мебельную полку это дсп старая мебельная полка на мебельную полку нанесен рельеф и загрунтовок как эта работа выглядела до грунтовки я сейчас вам покажу вот так вы видите заготовку для небольшого пейзажа здесь мы переходим с вами более сложного воплощению замысла в художественных декораторах такая рельефная живопись хотя сюжет который вы видите не очень сложный ну несколько мазков на дальнем плане домик который мы сформировали и вот я ближе покажу как это выглядело на поверхность наносится карандашом эскиз и в этот эскиз мы даем объем после чего работу необходимо сделать цветной вот вот так работа выглядит в цвете здесь у нас монохромное произведение выполнено охрой и коричневой краской ну чтобы не повторять этот арт-объект давайте сделаем нашу поверхность решим ее в цвете сколько у нас времени осталось ну постараемся работать быстро и не могу гарантировать что за 40 минут создам полноценную картину но что-то мы все равно успеем и вы уже увидите как выглядит Александр опуст от ДСП от влаги не поведет ДСП ну того количества влаги которое мы наносим не успеет повести ДСП ДВП тонкая 6-миллиметровая или тонкая 3-миллиметровая может повести от влаги поэтому здесь там мы более осторожно действуем ну я смело работаю по всей поверхности Существуют ли подготовка мебельной полки на раннем этапе нет я даже не пропитывал мебельную полку пропиткой никаким клеем не покрывал а сразу нанес на нее декоративную штукатурю ну пыли на ней никакой нету на полке то есть нет никакой необходимости как-то дополнительно подготавливать этот материал то есть любая поверхность может служить началом для работы но при этом единственное требование чтобы поверхность была не пыльная и более-менее чистая чтобы от нее ничего не отваливалось прочная нечистая прочная вопрос от Ауэн если вся стена обшита 10-миллиметровой панерой обычной на ней можно сделать арт-объект грунтовку для дерева нужно использовать грунтовку для дерева можно использовать да ну можно обойтись и обычной грунтовкой единственное вы должны будете учитывать что в фанеру конечно будет больше впитываться влага и возможно раствор ну буквально чуть-чуть нужно делать жиже потому что будет быстро впитываться в поверхности ну конечно я бы вам вообще предложил вот вы завтра пойдете в магазин купите какие-то материалы разведете их в ведре в банке и начнете наносить на поверхность и сделаете какую-нибудь такую ошибку скажете у меня ничего не получается вот я вчера смотрел эфир художник наговорил чтобы избежать такого момента обязательно ну возьмите какую-нибудь старую доску кусок ДСП который стоит у вас за шкафом или в подвале или в гараже находится и сделайте тестовое нанесение декоративной смеси на поверхность для чего это нужно мы художники всегда для клиента делаем тестовые выкраски их называют потому что клиент говорит а как это будет выглядеть как ты на пальцах будешь объяснять ну хорошо если в портфолио есть похожий какой-то объект ну а если нет вот придется на ходу сочинять поэтому всегда делаются пробные какие-то выкраски материалы тестируются на различных поверхностях и когда вы уже приступаете к работе на стене ну у вас просто уже руки не трясутся вы все знаете как делать хотя могу вам рассказать очень интересную историю я уже как-то рассказывал в своих прямых эфирах что однажды мы приехали в такой довольно-таки богатый коттедж и увидели на стене очень хорошо нанесенную венецианскую штукатурку которая наносится иногда до 9 раз чтобы создать хороший рисунок и мы сразу ну в городе специалисты друг друга знают мы сразу кто кто сделал это нанесение такое интересное вот выходит мужичок неприглядного вида и говорит я а мы говорим а вы где учились на что он отвечает что я нигде не учился мне просто сказали что если я не сделаю меня уволят вот а как ну все-таки мы его пытали а где ты научился он говорит инструкцию на банке прочитал и сделал так что ничего невозможного даже вот прочитав инструкцию на банке человек может хорошо выполнить работу Александр вопрос от Нины подойдет ли для этих целей клей бустилат ПМ я могу вам сказать что клей бустилат подойдет но он не даст достаточной жесткости для вашей смеси смесь ну не будет она жесткой то есть если вы не требовательны к поверхности то есть наносите ее в тех местах где жесткость не обязательно то можете наносить если же вы заботитесь о поверхности с которой будете дальше взаимодействовать то скорее всего бустилат не подойдет он как я еще уже сказал не дает вот этой жесткости смеси ну вот друзья я вам показываю приемы декоративного декоративной работы с панно с созданием объемной живописи которую тоже можно делать и на стене и вот на таких на каких-то различных поверхностях сегодня по завершению нашего урока я предложу вам свои курсы в которых будут именно вот такие уроки по созданию картин в объеме при этом начальным этапом к созданию объемных картин там будет именно работа с различными декоративными поверхностями я думал если думаю что если присовокупить к этим курсам урок который мы прошли сегодня то получится полноценная такая база знаний которая которую вполне хватит для старта еще раз повторю что вполне не очень высокий уровень входа на этот рынок о чем я говорю невысокий уровень это не значит что можно каким-то образом делать некачественные некрасивые работы и безбедно существовать нет такое в нашем современном мире уже встречается все реже и реже особенно если это касается общения клиента и художника непосредственно там всегда вы находитесь перед глазами заказчика и как-то спрятать может быть стоит брать наиболее какие-то простые посильные задачи кстати курсы созданы именно так чтобы начинающие смогли их освоить кстати в моей арт-школе уже многие прошли и эти занятия вполне успешны если у нас останется время я вам покажу работу ученикова Александр вопрос от Елены скажите пожалуйста а можно ли применить этот метод не в квартире а на улице вы знаете этот метод можно применить на улице но я у себя в регионе проживаю я если кто-то не знает в Алтайском крае в Сибири друзья у нас сегодня такая погода я просто даже не знал состоится ли наш эфир свет отключали сегодня у нас дует ветер полдня мела в юго а потом стало туда подмешался еще и дождь но у нас настолько агрессивная среда поэтому очень трудно говорить о создании таких объектов на улице хотя определенные приемы для уличной работы существуют во-первых я использую интерьерную акриловую эмаль влагостойкую а есть такая эмаль фасадная и она тоже различается по качеству есть очень хорошие качественные экземпляры которые можно использовать на улице но все-таки если мы будем говорить про улицу некий опыт должен быть для использования материалов декоративных на улице если на них не написано именно что они фасадного класса то все-таки нужно осторожно применять то есть вы должны знать как это происходит вот смотрите друзья я сейчас практически можно сказать не рисую а выявляю объекты уже ранее созданные текстуры как вы поняли это такой зимний пейзаж мне все-таки хочется поэтому но пока я рисую вы можете мне задать вопросы и по курсам и еще по тем материалам о которых мы сегодня говорили в уроке то есть по той базе знаний которую мы прошли сегодня пожалуйста спрашивайте пока еще есть время люди платят большие финансы чтобы проходить различные курсы декораторов или дизайнеров сегодня перед вами художник с раскрытыми объятиями поэтому задавайте любые вопросы татьяна скажи скажи ты уже определила наиболее активного участника и вопрос какой-то тебе понравился кому мы будем вручать приз активного активного могу это надо вернуться наиболее чтобы Как у художника легко получается, у меня так не получится. Курсы содержат пошаговые уроки, тем более это видеоматериал, его можно остановить и запустить заново, если какой-то момент непонятен. При этом я никуда не исчезаю, скорее всего будет у меня поездка новогодняя небольшая в ближайшей местности, но после каникулы я на связи, если что-то непонятно, можно спросить. Единственное, кому я совсем не рекомендую покупать мои курсы, это те, кто никогда не держал кисти в руках и вообще не понимает, что такое визуализация картин или создание этих курсов вот такого класса сложностей, который я демонстрирую сейчас. Еще раз скажу, что там есть, конечно, предварительная часть, которая рассказывает о вообще текстурах, о смеси, как ей пользоваться, как наносить. Вот эти приемы, которые я сейчас демонстрирую, более подробно о них рассказываю. То есть, если вы готовы окунуться в этот творческий процесс, то, пожалуйста, возможно, это именно для вас. Или вы считаете, что кто-то из ваших близких может освоить эти техники, то сделайте ему хороший подарок. Так, ну, Татьяна у меня сигнализирует, что мы уже должны приближаться к концу. В принципе, если не идти дальше в мелкую деталировку, а, конечно же, в этой картине нужно написать веточки. Все, Татьяна, я сейчас пишу ветки мелкие, и мы завершаем. Значит, вы работали вот такие мелкие ветки, какие-то еще травинки, торчащие из-под снега, то эту работу можно считать в этюдном варианте завершенной. Конечно, чем больше деталей мы наносим в картине, тем более она кажется завершенной. Ну, хотя, как я всегда говорю, записать картину тоже нужно умудриться. Не записать, да. Лучше вовремя остановиться. Ну, как бы, дом без окна не оставить. Ну, вот те моменты, с которыми я хотел вас сегодня познакомить. Ну, прошу вас не отключаться, не расходиться. Сейчас все-таки еще маленький момент к тому, чтобы больше познакомить вас с тем, что я предлагаю сегодня на витрине. Это работа «Зимний день». Это создание небольших декоративных сувениров. Две примеры по созданию двух работ. Вот вы можете видеть, как устроен край этой картины. Это все тоже декоративные решения. Авторская техника. То есть это не где-то взято в интернете и продублировано в мастер-классе. Полностью авторская техника создания сувенира вот с такой обработкой поверхности. Весь этот курс для удобства, ведь нет, весь этот урок для удобства разбит на 11 частей. Ну, то есть, если вам нужно заняться живописью, то вы смотрите именно эту часть урока, чтобы не искать по длинному видео необходимый кусок. Просто переходите сразу в нужный раздел и смотрите. Это то, что касается... А вот это том первый, «Застывшая музыка». Это курс по созданию работ. И показать я вам хочу не свои работы по этому курсу, а работы учеников, которые выполнили их фамилии, вы видите на экране. Причем это вот личное решение ученика сделать работу в такой овальной форме. Я вообще очень благодарен тому, что люди так здорово подошли к освоению этого курса, и меня всегда радуют результаты. Этой работы нет в курсе, она создана уже самостоятельным человеком, когда он прошел курс. Настолько понравилось работать с текстурами, и что продолжение уже пошло дальше. Но лучше. Я думаю, посмотрев сегодняшнее занятие, разве сложно создать вот такую картину? Но зато она очень эффектно смотрится на стене. И чем она крупнее, тем она эффектнее смотрится. Вот такие работы есть в этом курсе живописи. Представлен там и еще один курс, но о котором, я думаю, вам еще расскажут. Друзья, есть ли у нас еще вопросы? Есть. А вопрос от Ирины. Можно ли таким образом декорировать трубу, в скобочках, стену, которая идет от камина, или же стены в ванной комнате? Так можно декорировать, только если камин у вас не бутафорский, не настоящий. Все-таки смесь, которую мы наносим, имеет в своем составе сухую строительную смесь и клей ПВА. Я думаю, полного иссыхания рядом с камином нельзя допускать, если камин постоянно работающий, действующий объект. Все-таки, ну я бы просто не рекомендовал. Вы же знаете, что для кладки камней и камина используют огнеупорные клеющие составы. Поэтому здесь я не могу рекомендовать использование этой смеси. А для ванной комнаты, да, наносим любой арт-объект, любую поверхность, но обязательно грунтуем ее потом на два раза влагостойкой акриловой эмалью. И тогда все будет хорошо. Я с полной уверенностью говорю, что я в ванных комнатах делал нанесение рельефов, цветов, я там, розы делал. Так что это вполне возможно. Нанесение на стену. Татьяна, мы сейчас можем сказать, кому мы вручаем приз? Ну вот трое самых активных барышень, выбор словами. Нина Бездорожек? Нина Бездорожек? Какой у нее вопрос был? Ты помнишь? Нет, это просто самый активный. Конкретно по вопросам... А Екатерина, как фамилия? Екатерина. Екатерина. Александр Челокосов. А Татьяна Руденко. На холсте такие картины можно создавать или они тяжеловаты? Вот как раз на холсте лучше использовать пасту сонет. Она лучше, как своей акриловой составляющей, лучше зацепляется за холст. Единственное, если вам нужно будет создать больший объем, там придется наносить текстурную пасту в несколько приемов. Холст имеет возможность гулять. Он может то натягиваться, то сужаться в зависимости от влажности помещения. И в конечном итоге на холсте может не удержаться состав, который вы нанесете. Поэтому для холста паста сонет, а для всех жестких поверхностей, пожалуйста, используйте ту смесь, которую я вам представил. В курсе, пожалуйста, об этом сказано более подробно и дан более точный рецепт самой смеси. Так что, что нам подсказывает? Да, хорошо. Вручаем приз Екатерине Немельяновой. Екатерина, но вам придется передалить эту книжку детям, потому что это все-таки детская книжка, но надеюсь, иллюстрации вам понравятся. И Нина Бездорожева. Извините, если неправильно делаем ударение. Пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, и мы договоримся о том, как передать вам эти призы. Ну, извините, если кому-то не достался подобный приз. Я думаю, сам урок был для вас полезен. Ну, так что я готов передать слово организаторам. А с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!